Это парафраз советской песни из кинофильма, а ну-ка, девушки, а ну, красавицы, пускай поет о нас страна, и звонкой песнею пускай прославится среди героев наши имена. Так вот, понадобились бабушки и дедушки, настало их время, они теперь будут героями, поскольку молодых людей на просторах отчизны все меньше, как, впрочем, и на всех просторах Европы. Также по теме в Софедии выступили в поддержку повышения пенсионного возраста. Глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в разговоре с РТ прокомментировал предложение правительства. Вчера российское правительство приняло в своей среде законопроект о повышении пенсионного возраста, для мужчин, до 65 лет, для женщин, до 63 лет. Моя реакция, давно пора, законопроект скоро могут внести на рассмотрение Государственной Думы. СМИ приводит сведения о зарубежных пенсионерах. В Японии трудятся до 70 лет, в Италии и Норвегии, до 67 лет, в США, до 66 лет. Очень скучно будет перечислять детали представленного законопроекта. Сообщу лишь, что повышение предполагается сделать постепенным. Прибавлять будут понемногу и процесс растянут. Начав с 2019 года, аж до 2034 года, точка по 7 остановимся только на этих цифрах. И давайте о самом законопроекте точку. У моего прадеда по матери Никиты Алексеевича было 9 детей. Это был седобородый и суровый мужик. За обедом он лично резал вареное мясо из борща, делился образно его пониманию, все должны были подчиняться его воле. За обедом нельзя было разговаривать. Нарушитель получал от Никиты Алексеевича большой деревянной ложкой по лбу. Я к чему это, к тому, что семьи еще совсем вроде недавно были большие. Детей было много, а точку сына Никиты Алексеевича, Федора Никитовича, моего деда, было уже только трое детей, сын. Сейчас сказали бы, что аутист, бабы, охотника пчел разводил, и две дочери. А у моей мамы был только я, единственный сын. У ее сестры тети Ани две девочки. У меня двое детей, мальчик и девочка. Так вот, русские семьи уменьшались в размерах. Не только наша, все, по всей России. Как, впрочем, и европейские. Также по теме длительный переходный период, правительство одобрило законопроект о повышении пенсионного возраста в четверг, 14 июня. Российское правительство одобрило одну из самых обсуждаемых и наиболее важных в современной России реформ. Тут перенесемся в наше с вами время и в Европу. Посмотрим на Германию. В 2015 и 2016 годах Ангела Меркель призвала в свою страну 1,5 миллиона мигрантов. Почему? Экономику локомотивом европейской экономики. Также надеясь, что молодые мускулистые рабы и африканцы закроют дыру внедорождаемости в Германии. Однако дубки, мигранты нынче оказались не те, что были, и отличаются от их, дрожащих и покорных дедушек и пап их, прибывавших в Германию или Францию, чтобы трудиться как проклятые. Во-первых, за прошедшие десятилетия мигранты, а в основном это мусульмане, прониклись гордостью за свою исламскую культуру и религию, с успехом для ислама противопоставили своего религиозного и политического вождя Аллаха европейским главам государств. Во-вторых, распропагандированные исламским государством и возбужденные религиозно-революционным подъемом, многие явились мстить европейцам за колониальную эксплуатацию. Рассчитывая, что будут существовать за счет пособий, выплачиваемых в Германии и в странах Европы. Как мы видим, ошиблись обе стороны. Меркель рассчитывала получить послушных роботов, вертящих терпеливо шестеренки экономики, мигранты рассчитывали получить легкую жизнь на пособие. У нас в России также появились проблемы. Когда упали цены на нефть, государство лишилось значительной части своих бюджетных поступлений. Одновременно антиобщественное и антихристианское. По сути, традиция современных девушек предохраняться от беременности сделала так, что население наше сжимается, как шагреневая кожа. По всему появилась неприятная перспектива повышения пенсионного возраста. Ведь, когда солдат неким заменить на фронте, им повышают срок службы. Откладывали-откладывали непопулярное повышение пенсионного возраста. Но дальше уже нельзя было откладывать точку. И вот законопроект готов. Чтобы его принять, хватит и депутатов Единой России, которые уже высказались, что будут голосовать за принятие законопроекта. Самая старомодная партия России, консервативная коммунистическая партия Российской Федерации, будет голосовать против. Не станем тут занудно разбирать почему, просто потому, что, заискивая перед трудящимися, КПРФ надеется возбудить их против решения Единой России и занять место Яро в власти. Да только пытается пассивно. Почти теоретически.Сейчас будут этот абсолютно нужный закон еще и лоббировать, дабы голосование выглядело престижным. Будут, к примеру, откалывать от КПРФ депутатов, чтобы проголосовали за точку. Ну и ЛДПР поможет государству, как всегда в трудные моменты. Сейчас ЛДПР опасается, что в стране увеличится безработица. Уломают, я думаю, уломают в первую очередь Жириновского. А то даст сигнал.Подброшу тут пару своих идей в общее обсуждение законопроекта. Судите как хотите, хоть сумасшедшим объявите.В конце концов, я не депутат Государственной Думы и могу высказать свои, даже и неприятные для общества, предложения. Вдруг общество сочтет их дельными.Предлагаю вместе с вручением пенсионного удостоверения в 65 лет законодательно лишать пенсионеров права на пассивное участие в выборах, то есть лишать их права голосовать. В конце концов, они ведь становятся нетрудящимися, и потому пусть не путаются под ногами у трудящихся поколений, слабовольно устраивая свою юг, слабовольно, потому что они всегда голосуют за общественный застой и за старые идеи, бывшие в ходу в эпоху их юности, всегда из-за опасения, чтобы не было хуже, голосуют за статус-кво. Второе предложение.Предлагаю установить возраст зрелости в 14 лет. В 14 лет вручать не только паспорт, но и полный пакет гражданских прав, в том числе и право избирать власть всех уровней, право участвовать в выборах.Точка ведь заметно, что современные дети взрослеют намного быстрее детей прошлых эпох. Исламское государство, ИК, организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014. Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции. Точка. Точка 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 Продолжение следует...